Серебряные. Два бронзовые бронзовые и камень и железо. Они так и везутся так, что золотой век означает, что люди не едят порогами. Знаете, что говорится? Их умы самосветящие. Сейчас я объясню, как я читал, что это означает слово «самосветящие». Например, огромный костер. Даже если что-то грязное тебе бросает, то что происходит? Он сжигает тебя, а это чистый дверь. Вот этот «самосветящийся позитивный ум». То есть он абсолютно свободный, абсолютно негативный. Но его очень важно с лопатом. Вот если побудете в грязную руку подержать, то вот он не такой особенность, что вы понимаете оттуда? У себя просто скакивает, он не смачивается, он снова чистый. Вот это вот «самосветящийся чистый ум», беспорочный. Вот люди имели пути умы, что они имеют у того источников знаний, книги, никакого-то общения, вопросов-ответов. Они просто заглядывали в севу и находили ответственность. Да, то есть именно так. То есть они могли трансформировать то, что видели, во что-то разумное. Они получали ответы просто изместить в себя. Это эпоха мудрецов. При этом насилия нет никакого. Даже животные не совершают насилия. Так интересно, как сегодня. Такой золотой век, о чем мечтается, а не меньше жить в таком золотом веке. Любовь, ненасилие. Даже тигры не едят мясо. Знаете, они пьют молоко из-под коровы. Такие нежные, ласковые кокеатки. Красивость, добрость. Такое красивое сказание. При этом люди очень долго живут. Планета далеко не придивая для жизни, как природа, богатство на нее. Не было пабликовых заводов, технологий. Были просто отношения. Деревья давали в земле. Карина, реки, поля, все остальное. Потому что животные помогали людям. Не буду больше разочаровывать, расстраивать нас. А подойдя эти мечты. Но! Следующие преды юга. На отличие кратится порог общества. Требуется устройство. Общество, какая-то структура общества, чтобы защитить от этого порочного развития. Чтобы остановить этот порог. Не дать ему развиваться этот порог. То есть, существуют уже воины, какие-то организованные государства, разделение труда, учителя, ученики, дисциплина, наказание. Какие-то законы уже свыше спускаются, чтобы люди боялись нарушать какие-то законы. Это крепко. Но оно характеризовано тем, что все старик праздники, раньше лишних. Ведь сами эти святые. Два порога, кажется, наполовину, не говорится. По-палу июням речи, и по-палу июням порога. Ему самому трудно с этим справиться. Нужно специальное устройство освобождало от зависти, от жадности. И люди, они совершают и вид, приезжают на предношение благотворительности. Что-то очень хорошее делать для других. Как, например, сейчас, есть традиция тенденции строя больницы бесплатно, школы бесплатно, или какие-то люди бесплатно с ними нуждаются. То есть, как это помогает какая-то благотворительность. Это путь в ту эпоху. Да. И, видимо, когда кого-то наповедал, храмы строят. Храмы – это как частичный духовный мир, где есть мир, храмы и силы, кто-нибудь совершает. Кто-нибудь в связи будет снова начинать достигать свой произведящийся ум через политику. А в нынешнее время, как железо и лето, или камень юга, когда половины и четверти занимают место в каждом человеке, нам трудно. Горе от ума. Если что-то наружное слышим, ума от смиры от ума. Очень легко. И очень трудно на морозе. Как не знаете, какой момент был. Человек пошел в море по большому. Вот. Ну и справиться, дальше не сможешь. И посмотрел, как он сидел. Как он сделал. А из покинения говорят, что так мощно еще? Я не знаю. Вот это и встреча. Что вчера были хорошие, ищи свежие группы, мучные, не-не-не-не-не. Сколько, не знаю, кто-то точно, кто-то настрой. Это трансформация. Ты знаешь, иногда можно хорошие вещи превратить в плохие. А вот как? В плохие вещи хорошие превратить. Нам трудно понять, как из врага сделать друга, очень трудно понять. А как из врага, если друг друга врага? Обычно. Вот это время, это активизировано, что очень, люди склонны к плохому, очень трудно возродить что-то хорошее. так как жертва трудно от человека. Пожертвовать собой, простить кого-то, сложное время. Так мы говорим, «Види в самой эпохи, что за эпоха такая?» Это в общих чертах такая сказка, какая идея, какая характеристика, качественная. А давайте с вами теперь отсюда практичные вещи. Чем здесь, в это время, характеризм, ну, конструктивно просто, не таких конструктивных фраз, конструктивные вещи. что делать? Попытаемся с ним. У духовой, может быть, зажилия, кто-то выступит тоже. Если не кто-то будет выступать, я сейчас выступаю. А потом, наверное, те, что за какие-то, ну, заданные моменты, да, так это не надо. Сейчас лишь там, как бы, общее утверждение, глобального уровня. Хорошо. 12-й год. И он у меня носу уже, как видите, а он уже, непосредственно, пришел. 12-й год. И, нас часто страшили, начиная, наверное, с 7-го и 8-го года, все чаще и чаще, и, кстати, страшно, что же будет в 2012-м году. И много года, кстати, свидетельств, пророчеств, в интернете, в планете анимируется, как ты увидишь в Минске, все-таки рефиксировали, что она приближается сюда. И, и я буду на самом деле так чувствовать в это время. Вот, что-то осознанное, что-то в это время, и так говорится в это время. Что наступит в это время. Конец силы для света, и конец света для темы. то есть, какой-то катаклизм будет избирательный, целенаправленный, близкий бой. Ну то, что, какая-то ядерная бомба, или потом, а вот, вот плачем будет много хуже еще, а хорошим будет лучше, как-то будет разделяться, как-то сказать, какой-то будет управляемый, И знаете, сейчас мы наводим много подтверждений, очень интересно. сейчас, давайте вместе, помогите мне. А, пишите, общий человеческий ценностей, ради чего мы живем, а лучший средний человек, от чего мы руководствуемся? Вот линия посередине, потом линия на трех, внизу. Давайте, говорим. Ну, какие ценносты, для чего мы живем? Семья. Семья? Раз. Верно, ради этого много делает. Материальные ценности, да, накопление по газ, какие-то, состояния, второе, тоже много делает. Самая реализация. А? Самая реализация. Самая реализация. Не-не-не, а мы говорим, потому что обычные человеческие ценности. Недостатка. А, давай, посидим, я буду туда. А кто-то микрофон не знает, или я скажу? Убавольский. Микрофон сейчас принесут у нас. И давайте подчисляем. Значит, семья, благосостояние, обычный средний уровень, который мы должны делать, хотим не хотим, после этого должны делать все. Неважно, какие наши убеждения, исповедания, колокольские взгляды, вот эта жизненность, она требует от нас. Семья требует от нас усилий. Благосостояние необходимо, потому что есть потомки, и так далее. Здоровая жизнь не нужна. Нужна, нужна. Потом, что еще? Образовала язык? Да. А, очень. Хочешь не хочешь, а дочь. Не забывайте. Так. Здоровая нужна? Видите? В общем, большая ценность. Что? Кулькура нужна такая? Нужна, нужна. Только без исход. И вот, представляете, дальше мы говорим. То есть, обычные вещи, из которых мы не можем платить. С кем мы не были, как в огни мысли. Они не предупреждены. Нужны деньги, нужно жилье, нужна хорошая пища, нужна культура, образование, здоровье, и прочее прочее. Все это нужно. Хорошо. А что ниже этого? Есть ценности, для кого-то ниже. Что такое? Да прямо говорим, слушаю. Алкоголин, например, когда там не говорили, другие падают туда. Да, верно? То есть, а почему это плохо? Скажите. Потому что вредит эти ценности, наверное, наши общие ценности. Что это вредит нашей работе, нашему благосостоянию, нашему здоровью, нашей семье. Это наносит вред. Поэтому мы говорим, это плохо. Лох, потому что вот эти ценности важные, они нужны. То есть, наркома, это говорит не плохо. Что еще? Разраг, плохо. Неверность в себе плохо. Ложь, обман, коррупция, но все это слышно. Вот эти, такие вещи, они все у нас внизу, внизу там. Так, хорошо. Вот куда не надо, потому что наши ценности пострадают. Так они как-то вынесли? Хорошо. Следующая тема. Следующая тема. Теперь, что выше этой ценности? Смелее. Духовность. 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 Но ангелы это конкретнее. Ученка в Духовность проявляется, в каких конкретных вещах? Что вы делаете, если мы хотим узнавать Духовность? А? Любое стройки. Любое стройки. Любое стройки. Это зависит от ваших идеалов. Познание себя. Познание себя. Что еще? Познание абсолютно есть. Не только себя, не значит абсолютно есть. Божественные. Номер два. Что еще? Какие-то учения, практики существуют. Легические, например, практики, или религиозные практики существуют, или философские практики существуют, или практики жертвоприношения, каких-то отдач, если да, это тоже практика. Практика вегитации существует. Скажите, туда нужно приниматься или нет? Нет. Ведь потому что они тоже могут навредить нашему свету. не могут быть. Разве нет? Разве не так? А вот еще и другие примеры. Советские времена здесь сколько? Есть наоборот. Примеют только в Советских временах. Нам поддрали подать линице с керекла? Были моральные, в принципе, довольно строгие. Нам туда не позволяли. Нас отсчитывали за это, пьянство, за это, знаете, безогладимые отношения. Никогда без института сейчас охранялась государством. Была моралька. Были, знаете, код, скрытые, это уникло. А нам подали до 20 снижкой веры в эту область. Да? То есть только некий коридор, раньше, не слишком высоко, а вот в посредине нужно находиться. Верно? А теперь? У нас внизу всё, а вверху всё. Вот вверху всё. человеку просто все, все, если подошли в выбор, нам никто не рукованит. Вот поэтому будет два для того, и света, это вопрос выбора, кто выберет свет и уйдет туда, кто выберет и уйдет туда. Если ты скажешь, что я не даю, это не другое. Я нормальный человек, я уже на среднем уровне, здоровье, семья, это состояние, но при таком-то расслаблении вот этот уровень сейчас страдает больше всего, и это психический проблем. Страх, например. Вот и это история. Потому что вот эти дворные речи, этот круговорот мощно представляют, что обычный человек будет сильно стрессом в ситуации. Что такое? То есть, страх на среднем уровне другое. И более того, со средней логики все-таки иногда попадают, да и куда-то. Ну, заткнили немножко, что-то. Ну, забывали. Как это называется? Бывает. Бывает, ну скажем. Но все равно совершенство не будет, но продолжая работать, останавливаться. Есть революционные кадры, если что, да, как-то зашли там, не может мне тебе что-то помогло. Причем есть система, как решено. А вот если вверх такая спорняется из тех, какого-то, вот туда страшнее всего, когда пойдет. Вот еще в сути можно вернуть, а вот эту душу в минуту сюда невозможно. Да? Такое представление? Есть какие-то представления? Да. Давайте обсудим. Обсудим. А что тут можно сделать? Обсудим. Вообще слышимости нету. Непонятно. Тот, кто-то находится, говорит, во мне, послышно хорошо, только не очень. Я иду. Хорошо здесь слышу. Мне не проходит информация. Мне хорошо слышу. И там, в виде новой эпохи, но, скорее всего, давайте сосредоточимся у нас в местах, только в средствах технических. Сейчас мы к работе несут еще одну, посмотрим, что будет. Давайте сосредоточимся на теме и глубоко попытаемся осудить. Состояние такой-то гармонии, инструктивного мышления, некое компенсивным каким-то выводом в этом, конечно. Что же можно сделать, чтобы подсосплавить этой ситуацией, еще чтобы увидеть этот новый год? Значит, в самой главной науке, если мы теперь берем все физические знания, заключается в одном из этих вопросов, а здесь вести к одному мнению. Это умение пользоваться свободой выбора. Это самая трудная вещь. Потому что руководить своей жизнью, труднее всего. Руководить своим собой, уводлять собственные чувства, труднее всего. Легче руководить умением. Легче подчинить всех народ себе, чем подчинить себе себе свои чувства и свой, свое покатное выживание. Согласны? Это вот это буквально настоящее. Вот это лидер называется. Лидер для создания называется с вами, или го с вами. Что буквально приводится к твоему чувства, с вами хозяинами. Тот, кто бы дал свои чувства, способен управлять миром. Если за эпизодия легенды. Однажды? Однажды? Как лучше? Хуже? Нет? Хуже? 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 Может мне туда и туда? Я не могу на всех поговорить? Поговорю. А, ты сам на всех. Хорошо, а наши? Я думаю, что я слышу, теперь даже видно. Слова строят. У нас все. У нас все. У нас все. А наша твоя вселенная сделает древнение. Слышишь? Нет. Да. Да? Нет. Кто из них салитирует? Салитирует, да? Да. Вот этот дух. Лучше. Лучше. Вот так. Ну, хорошо. Я говорю. Однажды твоя вселенная сделает древнение, что завтра я И для данного опыта, постигнув такую опыту, вы сможете обвести власть на всем мирам. Переходите ко мне в чисто лидерах всех живых существ. Главное, что это демоны, и полугодия у себя. Два типов существующих. Мы тоже отличаемся к качественным злым и добрым. Видите? Это так и самое. Все. Делитесь. И от глупого пришел Индра, царь небес. И они пришли в Бранде как своему отцу, прародителю и учителю понять эту трещину научную науку, знанию. То есть, как же отнести власть и царь небес. И Бранде как медитации ни по какой маленькой меня не обращал. Когда они ходят при особых. Ведералы. Что знание так не открывается? Знание открывается за деньги или просто чем-то попутся. Знание открывается через них. Тогда они пошли, покутились в Бранде. И сказали, что можно это сделать. Бранда, а был такой. Мне тут нужна вода. Видите, вот. Демон приковал. А не понял, что можно спященную воду. И спустились в гад и небесы. Взяли золотые сосуды. И перестали на своих головах восстановление в Раме. Сделали себе чистейший и лучший опыт. И поклонились. Вот это Бранда сказал. Что вы увидели там, в реке, только что. Взяли свое движение. Взяли себя. Вот это и есть ваша суть, он сказал. Идите, вы получили знание. Демон приковал. Я понял. Я это тело. При помощи развития способностей этого тела, я могу победить себя в мире. Этические силы, я глядя, физическую силу, поиск, физическую столь. Я не могу развивать, я дадюсь власти. Могучиться. И ушел, больше никогда не вращался. А я, поскольку был глубоким, но задумался. Если я это тело, то, как вы понимаете, это точно радость и счастье. Так это знание. Ведь тело. Время. А мы составим силы. Он вернулся снова. Служил в мире встретить место от Бога. И правило, что вот этот имя, ты снова вернулся, а зачем? Это же ты дал уже знание. Да, но это знание делает не счастливым. Если не это тело, то тело подвергает всех, кто там страдает просто. И если только это знание другое, то не помнишь его? Правило, очень доводит. И сказал, ты что сидишь? Регуляруйся. И ты же летаешь во сне. Ты же удивительные картины. Ты же три планеты. Ты же клубок. Вот это и свои истинные сутки. Томки, творога, сна. Сейчас известно, что кто-то, что действует. Томки. Ну, это я это на личном опыте. Вот это истинные сутки. И другу, когда кто-то в каждом знал, то только у Казахстана. Но, погодите, я забыл спросить. А самом деле, Казахстане не только летают, но и Патрия в России тоже. То есть, если мог бы сниться. Там тоже, если кто-то в Казахстане, то вернулся снова. И снова, чтобы брали 30-ю Небесный год. Неразборчиво, вообще. Всё, как это происходит, то это будет так. Но я хотел вас видеть, потому что, когда я сижу, вас видишь, и вы не видите. И с Ямой. Ну, у вас тоже. Если бы она подстанет, то лучше. На нашей подсказке тоже. Ты и так, и продолжу, и продолжу. Очень страшно. И тогда Брама сказал. Ты, на самом деле, это твоё бессознательное состояние. И выходит из того, что мир важно. Пустота. Это теория. Это всё из-за абсолютного нуля. И кончается абсолютно нулём. Что из-за всего шуйня, пустота. Мне кажется, шуйня вами. И вот когда ты смотришь и видишь снова, вот это твоя жизнь, вот твоё истинное истинное происхождение. А потом ты выходил и знал, что он сейчас сказал. Но он хотел, пустотой. Он вернулся снова. И ещё три года суть. И тогда Брама сказал, на самом деле, ты играет. Ты вечное живое существо. Полное знание Духа Рождества. Ты скажешь вообще. Ты живёшь вечно. Это делал абсолютно вещь. И оно предварило его с сердцем души. Да, да. Это хорошая представительность. Вот это три года. И так, друзья. Идея такова, согласно этим знаниям, что человек, который сможет опустить свою чину, что сам обретает способность влияния на людей. То есть естественным лидером. Не в установленном голосовании. А естественным, так как это происходит в лесу. Лев становится лидером. Почему? Кто его избирал? Куда станет лидером? Чертолик. Его установили в личные качества. Вот таким вот образом. Как ещё эти пословицы в личных сливки бывают сами. Вот один человек. Он в своём месте судов в Казахстане и был министром. А потом, после девяносто какого года? Кто оттуда подсоедился? Не помню, какие договоры. Многое изменилось. Он и в России, и в Казахстане, и в Казахстане, и в Казахстане, но и в России. Там, и в Казахстане, в Казахстане. Он потерял всё. И работу, и положение, которое он нашел. И квартиру, и всё, и всё, и всё. Он оказался в Сибири. И я в Казахстане был в Сибири, когда с ним познакомился. Он уже был министр. И поскольку я знаю дополнительного, он спрашивает меня, а почему этот мир подошёл? А я ему сказал, а ничего с вами не подошёл. Потому что ваши качества стали с вами. Вот видите, вы здесь винисты. Вы в Казахстане здесь винисты. Вы носите что-то качество. Вы носите что-то качество. Потому что что с тобой. А положение самое не будет. Будет развиваться в других путёх не нужно. Если вы добиваться в других путёх не качественных, это приятное положение. Из-за беспокойства и вам, и другим. Это нам приснили. И если вы занимаете положение, то есть выполните чужой долг, это греховно. Это хуже, чем плохо исполнять свои обязанности. Потому что исполняя свои обязанности, вы не совершаете, не совершаете камни, не совершаете греха и вырастёте. Но когда чужие обязанности увеличивают сознание. Оставьтесь, это большая форма в обществе. В каждой обществе можно определить, если мы будем заявить друг другу. Каждый. Потому что мы все разные. Есть основные, потому что он сравнивается, сталкивает, понимает. Что-то негативное превращать. А как же делать позитивно всё это? Кому нельзя хотеть сделать так? Устроить все классы. Потому что между ними надо делать противоречия. Бедные, богатые, глухие, умные. Давайте усередим всё. Все эти классы. Ну что же? Рабочий класс. Идем он. То есть такова была идея. И создатель стандартирует. Этим не будут жить в мире ищать. И будут запрыгивать. Но они завершивку в том, что они не смогли доставить от себя. Знаешь, что это будет? От двух вещей и жалости. А знаешь, что это будет? В облачении жалости. Вот что. А видишь, что тут люди говорили? Люди разных классов должны существовать и сотрудничать в мире. Как? Ну, это всё, что не бывает. Потому что гордо человеку не приведет от себя. Я слугам никому не слугаю. Я хозяин России никому не слугам. Я хозяин своей семьи. Я хозяин своей страны никому не слугам. Я хозяин, которые не сличные и прочие слова напали. А даже с другими, которые не вызывают. И вам припевлили ещё одну из историй урага. Божественный, гемористкий конкур. Идёт углубок история. Багарка. Крутой дискулов. Там ладина снежная висит. Недва и квар. Тут тропа. Да, научил это. А он внизу. Сидение на двери. И он ведет, предлагается. Он одет, как Кулубога, с оружием, меч, все армию необходимы, он сияет, навстречу этот демон. Он тоже могуч, он тоже ведет. Двадцать три минуты. Он также обед, кто чувствует, сияет, но не достигает. Тоже этого. Встреча полномочия. И Кулубог ведет навстречу этот демон и понимает, так, так, владеет сверху. Внизу сияет, и Кулубог, он добрый почти. Он научный и добрый. Он думает, что малейший конфликт, но другой конфликт. Владимир сорвется, не что же в гостях. Поэтому я должен сейчас ему уступать два веса, достижать конфликтуру. Никакого шума. И как кто-то обеспечается, Кулубога сверел и остановится, будет слабо перед ним, модельного господина. Пожалуйста, проходите, ничего не мешает. Демон очень умный, смотрит и так, с жарничкой. Никакого со мной не мешает. Ага, Владимир. А, хочешь быть добрый? Нет. Я добрый. Нет, пожалуйста, вы проходите. Нет, я вас. Он делает то же самое. Нотивы разные. А делает то же самое. Когда Кулубога сгадывает этот треугольник, он опять знает, что бьет в противоречии с адапевтически. Опять в конфликции. Хорошо. Но я хожу при собой. Я сейчас провоцирую. Дракулу, я быстро упьет. Дракулу. Не бегает. Он берет печь. И рамки пришли. Раз. Ну. Он бегает. Пришло время, что я здесь вижу и говорю. Это не нараст. Демон думает, ха, хочешь быть великому обществу. Блин, идеальный великому обществу, тоже ради дела. Нет, это стратегии есть. Потому что они знают, что они рекомендации. Настоящие демоны, настоящие кулубы не знают, что. Это великие, великие ученые, на самом деле. Они еще только качественные. И так как мы нашли, и грязно до границы, от каждого другого не уступали. Но один у кого остался добро, а другой — христили. Вот эта разница. Итак, ради христили тоже можно немного делать в обществе. Это немалая стима сейчас. И христили будет за сутки миллионами людей. Когда-то, когда я еще был студентом, была реклама. Реклама, что стране нужны врачи. Напомните, на самой стране нужны врачи, но врачи. И как это сделали? Просто делали рекламу такую. Вот степень, где побольше не раздавал, что было в общежитии. И какие-то бомбы там и прочее. И люди, которые не являются квалифистрированными врачами, после такой дневнициологии, к этому мы пошли на этот престиж. И стали врачами, и стали очень много, стало много врачей. Не врачей. Не врачей. И теперь не знаю, что с этим делать. Я был на Западе Казахстана в одно время, и там один человек, он занимается строительством. У него есть дочь. Дочь у него больна с рождением. Он говорит, а? Я подарочный человек. Я поступил в больницу специально для меня дочери. Специально. В больнице заказала земельки. Самый лучший маленький больничек. Самый лучший педагог. Клиентов каких-то самых. И мы говорим, что ли? Да. Но проблема, когда у нас другого. Я говорю, что? Я не могу носить туристический больничек. Так же, как маленькую школу построить, где я не могу носить туристический больничек. Но проблема у другого. Не могу носить хорошие туристические больнички. Репость. Да. Гель. Гель. И не расчикается. Вот это называется стерилисство. А как же это открывается? Я сейчас скажу секрет. Потому что это не секрет. Секрет, куда раскрывать. Я думаю, что это секрет. Потому что вам знает, что нужно, чтобы чем-то поделиться особенно дально. Так вот секрет. Карты сейчас обладают особо ударами. Но если мы освободимся от ложной точки престижа и зависти, это откроется автоматически у нас. Наша сильнейшая любовь. покрыто необытными просто проблемами ума. Вот в чем проблема. Если человек освобождается от зависти, у него просыпаются стихи, он может быть в будущем. Это один из стихи, это маленький. Какие у нас там возможности? И каждый стихи там не нужно. Видите? Они ежедневно. Они покрыты. Там, где на каких-то стихи нет, можно покрыть, но тут меньше свет. Это еще, еще, еще. Но сейчас это не будет. Открывается, значит, снимать эти покрытия, вот эти оболочки, которые мешают вам видеть чистые сияния, своей собственной души и своего сознания. Сознание способно контролировать все чувства, ум и разум. Держать под полку контроля. Проверять повестительство тела. Держать кожу в руках. Вы всегда на себе эти успехи. Но это расхеза. Это некое расхеза. Там есть чувства, некое расхеза. Они должны позволить делать все, что они хотят. Потому что чувства – это ненасытные без жалости, неблагодарные хозяина. Более. Сколько вы не служили, они все мало, 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 мало. В конце они вообще не хотят ничего в обществе, а не быть в конце. По самому институции. Присвищенное чувство – это причина депрессии. Разочарование, боли, потерянность в своей жизни. Поглавляйте 10 дней. Если кто-то не имеет такой опыт. Чтобы понять, то, что я сейчас говорю. Если кто-то не имеет опыт, сразу все. То есть, если вы 10 дней когда-то голодали или неделю, вы жили не месяц на себе другого. Вообще другого. На прилюке есть постоянно. Дышать постоянно. Думать так постоянно. А давайте нужно подниматься в покое и в равновесие. И все у вас становится. Сказать, йога. Настоящий человек. Немножко покоя. Каждый день, через полчаса, нужно будет в состоянии полного покоя. Каждый день. Полчаса, минимум, в состоянии полного покоя, в равновесие. Каждый день нужно что-то пробовать. Потому что он очень вкусно. А ты что-то представляешь. Вдыхать какой-то аромат. И видеть что-то красивое. Ежедневно нужно соприкасаться с человеком прекрасным. Внутри себя и вовремя себя. И распространять эту красоту. И у него их задача. Не превращать какую-то зубовую. Пластиковую. А наоборот. Но, к сожалению, у нас получается по-другому. А мы этого не хотим. Почему? Как это? И почему это происходит? Вы должны катить про мусор. Мы же на самом деле катить, все хорошо. А почему это не замечает? Одно слово есть. Выгода. Да, экономисты не имеют более практичные. Выгода. Мы пытаемся не против. Но как наша экономика собрается? И выгода. Итак. Родящийся политикой. Скажите, серьезное дело. Конкуренция между странами. Антогонизм тоже опасна. Мы не можем остановиться. Нет. Мы можем остановиться внутри себя. Сначала нужно, начать внутри себя. Вы должны обвести могущество. То я. Сейчас могущество. То есть что? А ведь сейчас это произойдет в мию. Это в историю теста. А больше не любят людей, чего только не могут делать. Мы не можем обратиться в такой состоянии жалко. Нам нужно обвести могущество. Духовное. Реальное. И самое большое количество реальное – это искренняя, сердечная любовь к знанию. Когда мы хотим увидеть людей как одну силу вокруг света. Чтобы все эти страхи и доверия, и все, было разрушено. Да, это, кстати, видно. Правильно. Но это знания. Это великие знания. И великие качества. То есть лидер новой эпохи – это не существует, который способен контролировать свои умительные чувства. Вот так. Это вызывает уже уважение, доверие. Это начало сферизованной души. И второй этап, что он ничего для себя не хочет. Это герой. Он жертвует собой. Он станет только для того, чтобы жертвовать собой. Это тоже лидеры новой эпохи. Да, именно так возникают и сильные люди. Лидеры вождей. Затем люди хотят идти. Бывает, что не по-другому. Бывает, что, конечно, обманывают. Поэтому мы говорим, не зависть, не жадность, всегда обманывают. Знаете, что написано в шишечке? Идеи веры и любви не должны разглашать от человека, пока он их сводит от зависти. Не должны, потому что, чтобы зашить ровность. Он обманывает всех людей. Но как же обманывает? Он же говорит хорошее вещество. Любовь, правенство, братьство. Говорит. А это означает, что это может познание, что говорится. Любовь конкретно к какому-то классу людей. Это означает, что другим будет очень плохо. Нужно желать блага абсолютно всем. Это написано в Куранах, когда говорится, какая же высшая хана, высшая или высшая ревидия. Это да ревидия, та хана, которая говорит блага абсолютно. Каждому живому существу. Вот это будет буддинство. Это естественное видео. У них толстые навыки будут. Например, я в Казахстане был как правитель в России. А почему? Да, это был велик интеллект. И у него была истинность честности. Он служит честности, сам написал. В 18-18 веках. И он был мудрецом. Но он как бы старался внестить честного образа. Куда снится на служителя. И будет принимать его руководство. Это один из примеров. История, то, сколько там. В прошлом, конечно, таких людей было больше. В той культуре. В древней культуре. В Саакиде и прочее. Но в эту эпоху, в которой мы живем, конечно, эта эпоха реализуется как максимум. Повыше в качестве. Но у него все равно преимущество. Я слышал историю правительства. Но есть первая история. Я как бы прочитал книги Махабхарата. Которые переписчат. Верия даже Махабхаратской дополнительной книги. Там берут историю царь правительства. Это правительство. И у него есть у него приемы. Приемы земли. Когда ему приходится правительство. И вот такие люди. И строят царство. Медитация. Потому что ты вот находишься, и у него есть какой-то четверг вопрос. Если у вас случая проблема уйдет, то вам всеми будут ответить на четверг вопрос. Потому что царь медитации находится. И ждет посетителей. Магодомерно отвечает на новые вопросы. Все. Готовь. Магодомерно отвечает. А в другом, и вот младший брат находится. Финанская. Он принимает историю и интересуется. Какая-то проблема. Да вот ты вышел. Препостите. Можно выключить? У меня очень интересный вопрос. А что вот за вопросы? Ну вот, даже не знаю, как сказать. Вы понимаете. Так, случайно. Так, случайно. Я посадил на дорогу. И стена возглавила к нему. Так вот, стена наступает. А вот и ждет помощь. Не знаете, почему? Кроме того. Как я всегда удивился. Тут где-то второй приходит человека. А в мой взгляд? Какая-то какая-то сложность у меня. А что за сложность? Да вот, каждый день я беру голову из комплекции своего. Я заливаю до пятой области. А вот, сегодня что ты так чувствовал? Недобро. Если бы обратно бедой, это не доводит. И вот это за дверь меньше. Я еще раз на другую области еще раз ввел. А сегодня еще не оказалось. Вы знаете, что это ощущение? Что это приводит? О, нет. Я не могу ответить, если вы не все пришли, не будет. Понялся. О, потом что за день такой? Вся я встреча не приходит. Взнарядный момент у меня не был концент. Серьезная проблема. А что за проблема? Вчера видимо на слоне, на своем. Впереди каменная стена большая. Последний тык. Слон проходит, хвост сгибает. Понимаете, что я делаю? О, простите, я тебя докидал снова тысячи детей. Я не знаю, как я. И потом четвертый пришел. И сказал, вот, вчера виду, гора большая, видимо на пути. Гора такая, что там. Такие планы, глыбы, скалы. Но мир не дровит. И ни кустика, ни деревца. Как эта одна конючка. Это через горы. И не все. Она такая гора. Непредодимая. Я подошел к этой конючке и токнул. Как расслабился? Расслабился. Просто там финиш. И человек. Он не знает, что это такое. И человек. Ой, простите, все эти тысячи июня, не знаю, как это. Час может. И потом час, дурь, дурь, тишина и полуэты. И это решается. Открывает дверь, тропный зал, эти крышки, медитации. Красивые, сияющие, спокойные. А что это, это не личные решения. Но я всегда помню, что человек с тобой все равно был. Никого не об этом решили. А ком ты будешь? Как? Я все-таки в виде этого про себя. Так, так, так. Так, скажи, кто-то русский запомнил? Расскажи о первой. Да, во-первых, ты говоришь, что вот он огород посадил, а стена пожирает на него огород, и землю собирает. Ты запомнился, что ты запомнился, что ты запомнился, что человек. А что, да, кто? А по поводу он сливал, но получал меньше и меньше. Да, кто запомнился? Это важно. А треть, кто ты? А ты снова дыбку прошел, просто стрянул. Филостья, если ты запомнил людей, срочно найди, свяжи, брось в тюрьму, и никогда не выпускай, пока мы живем. Это очень опасно. Первое слово. То, что ты. Я уже очень по поводу заявил. Это люди, это камни, это вражды. А о чем мы говорим? Что это все-таки. Они закладывают их в будущее. Будущие закладываются в истории, в истории, в истории. Знаете, впечатления. Кто-то знает, кто-то научил. Так что все поозначает? Ты не понял? Стена, если говорить закон, власть. Для галлии власть самому мужчине, если ты не понял. Обладатель неписимы не понял. А что ж такое обладательство? Сияльный карьер. Где-то, когда шестерка, получается, что меньше женщины. Правда? Для карьеры такой? Да. Для карьеры такой страшный. А что? Как со сломаном? Что такое? А вот это ты в стене. Это закон где-то. Большой упор. Какой? Семья. Какой? Если большой упор, ну бывает, а маленькой волной. Это написано в древних минах. Что вот этот век камень, эпоха такая, что ни в какие-либо местах не появляется. И никто не сможет это ничего изменить. Никаким путем. Кроме одного. Потому что это четвертым минуем. Вот эта галлия стоит весь век камень. А вот это вот конючечко. Один из них, соответственно, одна возможность избежать всех этих иллюзий. Это избавиться от век блудня. манта, медитация, разговаривание и мать Бога. А новый метод достаточно, чтобы раскрылась вся людьми. То есть, я в каждом методе самосознания очень простого. Это его главная помощь. Потому что самое сильное давление и самое посильное лекарство. Поэтому в саде люди из Тагаля совершают дополнительные медитационные аштамы. Ямам, ям, ям, асанат, на, ям, тяхарат, хабан, тяна, самат, ям, 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 ям. Встречаем Бог и в путь жертвоприношений, богатств, разведritos. Поэтому в 2 монолю храмовое поклонение. А веккри «хари»了udstravaola!!! Первое не другое, то нет Евгоды. После видео, на節目 автор Сафиры, заходим на саду хозяину. over again. Не хапки лей, не пути жертвоприношения, веккриDR иibly existences гравьевых коросоров, веккриDR, ор RogSosos years ago, а непосредственное обращение к Богу. Поэтому, любите люди, призвавшему Господу стать сердцем, где двое, где трое, вае мое, там и я с ним. Рассказывайте на Бога с Эльбаном, с Италием, с Бараганом, с Рамотрием. Это практика известного света. Суть не делает Тудеса. То есть практика, которая не любит, а практика. Именно Бог огневое, но суть в том, что нужна связь по звуку имени Бога, призвавшему Господу статья. В начале было слово, и слово было Богу. Звук меняет, очищает ум. Ма, ум, тра, очищает. Вибрация, звук, трансцендентная, вибрация, слушая ее, ум, очищает ее в полный порядок. Это лекарство. Можно даже не понимать, что мы сломали. Как, какой, ну не знаешь, что мы, что-то новое, что-то, что-то. Лекарство пьем эту вещь, кто-то знает или не знает. Это высоко. Так же произойдет звук успокаивающего ум. Делается гладкий озеро, и мы ясно и все. Ну, что происходит? Мы всяких исключили. То есть мы способны понимать. Мы это состоянием. Это то, что я говорю, я не еду. Люди действуют, собственно, два дня, две речи. А чай, а чай. Обычно люди говорят, что это тот, кто хорошо говорит. Он какой? И он арабский. Искусный. Засовывал в карманную колесу. Хорошо. Это одна сторона, это так. Это называется праджа. Речь. Но она имеет силу только так ответственно. Ща. Победение. Он должен соответствовать его жизнь, его слова. А тогда речь получится. Меняли жизнь. Меняли жизнь. Поэтому с того, чтобы держать его пателлисты, он должен сам следовать пателлистам. Возьмите средневековую группу. Кто был лидером в то время? Очистем. Историки геологии. Кто управлял? Очистем. Ну, главное. Высший лидер дистанции. Кто был? Церковь. Да. И Питер. Так скажешь. Глава. Глава. Духовец. Кто был более подчинен? Кого? Монарский был. Средневековый. Герой. Еще меньше, что были производительные классы, мануфактуры, ингредиции. Там все что-то производили. Тарш, общество. И были та же, где последняя, христианином. Вот так все было. Такого возраста. Она и достижение такая. Она не должна преобразовываться в внешнее. Она не меняется. В сути. Четыре текают головы общества, руки общества, живут в общественном обществе. Есть интеллектуальный класс, управляющий классы, торговая со спормией рабочий класс. Вот эти классы были в среде Европы. С чего начинает разогнаться общество? Рыба к нему откуда? Конечно, с головы. Да. То есть, когда священник не следует тому, чему он учит, никакой монарху не может понимать без ответа не будет, что монарх имеет полную массу. Ему не трудно. Закрыть рот, священник вообще. И починить руководитель. Однажды, один король позвал его и сказал, Ваше священничество, я хочу развестись со своей женой и живите на работе. Священник сказал, вы же знаете, что это запрещено для себя. Ваше священник. Вы не можете разводиться пищей. Вот это жительство живо. Но вы посмотрите в свои видео. Может быть, если это какой-то выход? Нет, если это какой-то другой выход. Так, как вы живите, как сказал, безупредственно. Вот это было начало. А почему? А потому что священник сам был связан с какими-то вещами. Что-то было ничем в нем поведение. Поэтому король легко запрещено. И когда король получает класс, управляющий получает свободу. Вот этот длинный бой. И когда люди уже вкладываются на законный Бог. Он становится постепенно тираном. Потому что царь наслаждается боями. Меняет расширяющие границы. У него есть эффективные интересы. Король, кто у него за нами взяты. Да это не удовольствие. Ей сколько нужно денег для того, чтобы воевать. Пусть стрелять в суши. А куда вы здесь? Отсюда. Есть производительный класс. И рабочий. У него есть два класса. Буржуазия и народ. Тогда в таком-то, как вы помните, собирается буржуазная демократическая революция. Два класса поменяется. Вот это вот. Со столкности, с нами торговцев, с рабочими, много. И сыграет бананом, торгует его в голову. Потому что он стал тираном. И кто становится во владеях? Больше нет управляющего класса. Теперь управляет деревья. Как это точно будет? Еще раз избыта. Монополицы занимаются кризисы. Выбрасываются рабочие технологии. Наука покупается. Работает современная производительность. На выгоду, выгоду, выгоду. И, в конце концов, это выгода заставляет так выжимать рабочий класс, что в 1917 году они постараются все вместе. Нам меньше учитывать кроме собственных земель, и с тем не могут перебросить по карту, не ровно все вероятность этих классов, которые еще все. Институт девушки. Почистую. Этот класс военных расстреляют. Классники буржащих унищикают. Как искать из главы. Эдикатура пролетарианных главных. Это рабочий класс. Но это не голова общества. Знаете, что интересует людей вот этого класса? Это интеллект-рабочие. Это любые золотые руки. Но они не способны иметь божественный интеллект. У них нет раз этого сознания. Они работают на чем-то для наслаждения. Чем-то для наслаждения? То есть больше шпички, удобное жилье. Есть какая-то программа, где материально-техническая база. Они отдают соответственно культуру и отношения. И поэтому советские годы в этом плане они очень сильно многое изменили. Но чувствовали, как-то есть дисциплина, есть что-то повреждение, есть какой-то упадок, есть какой-то застоит. Нет такого, какой-то пределы, уходят из них. Все становится обходительностью. Потому что уходит мечта, уходит счастье для отношений, уходит глубина для отношений. Людей не было. Бога не было. Наступила тьма. Постепенно люди чувствовали полную неповеренность. И то, что кажется, нахозяйственном положении. Что ведь это? Кому из-за возможности что-то на духовном направлении? На материальном они можно всех уравнять, потому что по кругу все разные. Есть глупые, есть думные. Если данный человек на равное количество денег здесь, то правильность просто по-разному. На разность. И разница, кто-то через год может сделать капитал из-за денег, а кто-то тут уже подъехал. То есть эту разницу нужно учить. И Мирософт говорит, что нужно учить две вещи. Единство и различие одновременно в отношениях. Как? Сейчас в другую форму слушайте внимания. То, конечно, это легко. Выход всех из всех, никаких дубов. Но лишь в том, что вывод мира заключается в том, что я слуга Бога, и каждый из нас то же самое. Царь слуга Бога, и творченик тоже слуга Бога. Между ними нет конфликта. Потому что достигает и то, и то, и то, и то, и то. Мы разных профессий, разных национальностей, разных возрастов, но культура должна быть одна самая честная. Божественная. Вот все. Где нет местной зависти. Вот он и друг. Если мы с вами сможем преодолеть зависть, мы будем лидерами новой эпохи. Зависть – это антоний любви. Ни в любовь, ни в зависть. Если нет любви, то это не в любви. Это трансформация. Она состоит в открытом ракуре в том, что в зависти как служение от силы всяких членов. Вот зависть становится любовь. Вот его нахреставец в мастер. Какой бы он ни был, она будет любить его, потому что она жертву морожила по жизни туда-туда. Где богатство ваше, там всякое ваше говорится. Куда вы это любите? Ребята, конечно, любитесь вместе. В этом жире бескорыстное есть, но можно полюбить все. Вот такая фраза. Видишь что? Как вам это делать? На точке? Ну, давай там судим. На фотографии. Я вот все это время привкушала, что было действительно какое-то обсуждение, и очень надеюсь, что оно у нас все-таки получится. Понятное дело, что когда собираются незнакомые люди, то мы чувствуем склонность, и не очень хочется что-то обсуждать. Вместе с тем, вот до этого времени, пока Александр Геннадьевич говорил, мне кажется, уже сформировалась некая атмосфера, где мы можем что-то уже начинать говорить и обсуждать. Единственное, что мне со своей стороны хотелось бы, может быть, сакцентировать внимание, это то, что действительно лидерство, оно в принципе существует и среди животных. Правда? То есть, официально, она доказывает лидерство тем, что она начинает кричать громче всех, и кто громче всех кричит, но тот и лидер, да? Лев устанавливает свое лидерство и так далее. И поэтому у нас в человеческой форме жизни тоже есть способность у многих людей прирожденным быть лидером. Причем, лидеры бывают разных типов. Есть авторитарные лидеры, просто которые управляют страхом. Есть ораторы, которые просто вдохновляют людей, обедовляют ожидательные речи, как, например, Федерик Кастро мог шесть часов говорить, и люди потом готовы впахивать все, которые напролет, просто потому что заряженные речи чуть-чуть. Если вы посмотрите записи Гитлера, тоже, ну, вообще разумный человек подумает, ну, как это возможно, но он так заряжал атмосферу, что люди готовы перейти и отдавать за него жизнь. Это тоже свой определенный момент. Сегодня мы говорим о лидере новой эпохи, о совершенно другом подходе лидерства, и есть сейчас замечательные люди, которые говорят лидер-слуга. в современных людях слово «слуга» вызывает непривярные ощущения, как служить порядка служится точно, так как так много в мире эксплуатации, что слово «слуга» приобретает негативный оттенок. Нам кажется, что я на самом деле не хочу служить, потому что я чувствую, что меня будут эксплуатировать, даже в собственной семье. Сегодня буквально перед тем, как прийти сюда, мы разговаривали с журналистами, и журналисты задавали вопросы, говорят, что если жена служит всю жизнь мужу, а муж в итоге ее эксплуатирует, у нее потом естественным образом появляется озлобленность, отчужденность и так далее. То есть, вот само слово «служение» оно в нас вызывает неоднозначные чувства. Вместе с этим говорится, что у каждой вещи в этом мире, у каждого существа в этом мире есть свое предназначение. Если мы возьмем с вами лимон, возьмем ли мы его в Ставиногорске, возьмем ли мы его в Африке, возьмем ли мы его в Китае, то лимон будет каким? Кислый, иначе это не лимон. Если мы возьмем зайца в Африке, возьмем мы зайца, я не знаю, там, в Америке, в Казахстане, в России, зайца будет трусным, это и век природа, правда? Вы зайца с психотерапевтами и здесь, чтобы он трусливый нас, да? Когда мы говорим о любой вещи в этом мире, ухаживаете его предназначение, например, предназначение микрофона усиливает звук, но когда мы говорим о человеке, почему мы на самом деле не очень доверяем другу, почему мы не знакомы в компаниях, мы чувствуем какую-то скорость, сжатость, потому что мы видим человеческое существо, но мы не понимаем, что станет за этим, потому что за человеческой формой жизни может открыться змея, спросите? Вот говорят, змея, как холодная, да? Может, семья, вот семью подкладывают, да? Может, овощи, многие женщины приходят и говорят, у меня муж, настоящий овощ, лежит на грядке, в рель, То есть, человеческая форма жизни вроде как неоднократная. И священные писания утверждают, что человеческая форма жизни своего рода кранского. Жизнь – это движение, причем, есть всего лишь навсего два направления движения. Либо вверх, либо вниз. Человек никогда не стоит вниз. То есть, он либо прогрессирует, либо деградирует. И третье – недавно. Если мы сегодня с вами не прогрессируем, то сегодня мы с вами активно деградировали. Интересно говорится, что эскалатор в этом мире едет все время вниз. Просто, чтобы вставлять на месте, надо прикладывать определенные усилия. Если же мы хотим двигаться серьезным образом вперед, то в таком случае нам надо прикладывать серьезные усилия. И что же объединяет всех людей вне зависимости от конфессии, вне зависимости от национальности и так далее. На самом деле, самое глубокое желание человека, самое глубокое – это желание быть полезным. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто хочет быть в этом, мы их полезны. И если у нас есть чувство без полезности, это одно из самых травматичных чувств в этом мире. Мы идем на работу, многие люди говорят, что вы работаете на этой работе? Господи, тебе гроши платят, но у вас появляется чувство, что вы тут полезны, как же вы оставите этих людей? Как же вы можете уйти? Когда был период перестройки, огромное количество учителей пошли работать на рынок. Но вы не те учителя, которые остались в школе. И когда их спрашивают, что ты там делаешь? То есть платье в крови, вообще нищенство существует. Он говорит, я не помогу тебе. Он мне не изменится, я не нужен. Я прихожу на работу, я понимаю, что я нужен. И вот это чувство нужности как раз таки и исходит, когда мы дарим кому-то подарок. Представьте себе, что вы думали о этом человеке, вы думали о том, о чем он мечтает, какой он. И этот подарок не просто сейчас люди дарят, как подарки. Вы мне подарите, мне это не нужно, я передарю его другому. И в конечном итоге на Новый год вам возвращается все то, с чего это началось. Даже смс пишут. Знаете, один человек хорошо написал, потом попробую, эту смс запустили. В итоге я неоднократно получала, но и мой собственный смс приходит в конечном итоге. То есть вот, но, если мы действительно сосредоточены на каком-то человеке, мы хотим ему сделать что-то приятное, и мы дали ему что-то, и в этот момент человек говорит, Боже, не надо, я мечтала бы, мне так хотелось именно на эту, как ты угадал. Скажите, пожалуйста, в этот момент, кто больше радости, кто больше удовольствия получает? Тот, кому подарили, или тот, кто подарил? Тот, кто подарил. Тот, кто подарил. Поэтому служение на самом деле это высочайшее предназначение человека, когда он способен быть нужным, полезным, и тогда, когда он может сделать лично очень хорошее для другого человека. И кто такой лидер? Лидер – это человек, который не засыпает. Когда мы можем сделать что-то хорошее? Когда мы перестаем быть сосредоточенными на себе. Потому что до тех пор, пока мы сосредоточены на себе, мы не можем ничего другого сделать. И поэтому есть лидеры, которые способны видеть много. Потому что, например, когда у мамы рождаются ребенок, она естественным образом становится, мама и папа естественным образом становятся лидерами для своего ребенка. Если никто не убирал лидер, но они теперь вынуждены быть лидерами, они сосредоточены на усилия ребенка. Любая мама знает, вот когда он так встречу кушает, это он хочет в туалет. А когда вот он так прийти, это он кушать хочет. А теперь ему стало скучно. То есть мама, она отличает кучу оттенков в голосе ребенка, почему? Потому что она сосредоточена на нем. Так вот, лидер, который способен быть сосредоточен на других альмиссиях, это высочайшая ценность. Такой лидер является великим другом для других людей. У нас сейчас тоже многие сосредоточены на других, я могу быть тоже до вас сосредоточены, до тех пор, пока вы не любите. Я буду четко знать. Это вот второй тип лидеров, о котором была притча о лидерах с божественными качествами, о лидерах с гемоническими качествами. Они делают одно и то же. Да? Я могу быть на вас сосредоточен и обратить внимание, когда вам человек нужен, вы становитесь особо внимательными, вы становитесь особо таким обходительными. Почему? Такой лидер, пока вы не взяли то, что вам нужно. И вот когда с нами вот таким образом обходятся, например, как парень ухаживает за девушкой, он хочет от него что-то добиться. Боже мой, вот такие чудеса подсадим на стену, да? Почему? Это как трофей уже. Зачем? И именно это обидно на самом деле. Потому что, когда мы друг другу посвящаем жизнь, почему мы не перестаём воевших лесах? Почему очень многие лидеры, когда получили Нобелевскую премию мира, Ну, в мини-ка просто в Майнте-лудке, почему они не создали в единственный лес? Что случается с учёными, как только они получают эти премии? Почему они начинают быть человек нов peu? Интересно, лидер Мак Tarza. Мак Tarza тоже получила Нобелевскую премию мира. Нобелевскую премию мира получила Мак Tarza. А Вы можете себе представить, чтобы Мак Tar tymleza сказала, Ну и теперь всем спасибо, все свободны, и пошла тратить, так как ей хочется, волны и помогать. Это деньги были не купили. Почему она вас не удивляет, что люди пошли, как-то начали в своей жизни идти дальше, починать? Но мы понимаем, что вот мать-карелис так никогда не поступит, мы не ожидаем ничего-то другого. И на самом деле, действительно, сейчас должны в обществе появиться лидеры. Мы очень надеемся, что в этой истории есть лидеры, и мы знаем, что есть такие лидеры, которые не сосредоточены на себе, которые хотят служить. Но таким лидерам просто необходимо получение знаний. Потому что есть в этом мире свои законы, которые не нами придуманы. Мы никогда не задумывались, почему это называется «вселенная». Вселенная – это то, кто вселяет. Почему нас вселили именно сюда? Почему нас вселили именно на землю? Пусть именно в город. Да? Разве вы почему-то меня вселили именно в эту семью? Например, кого-то вселили в семью, где много детей, а кого-то вселили в семью, где вообще никого нет. Одним словом, у каждого из нас есть свое тайное предназначение, которое человек должен раскрыть. Потому что жизнь – это университет. В этом университете нам преподают разные родные уроки. Есть разные учителя. Есть экзамены. Есть репетиторы. И в конечном итоге у нас будет с вами последний экзамен. Абсолютно у всех у нас. Кто-то об этом задумывается, а кто-то не задумывается. Интересно, что человечество очень сильно поменялось, как только человек забыл о том, что время нелинейно концикличен. Линейное время в человеке вызывает определенные чувства и определенный взгляд на мир. Представьте себе время как нелинейно. Вот здесь мы с вами летелись. Здесь мы были с вами детьми. Потом мы стали молодыми людьми. Вот здесь мы с вами поженились. Вот здесь уже такая вот за середину жизни. Вот здесь вот уже старость, а вот тут конец. Вот расположите себя на этой вот такой предполагаемой линии где-то себя. И вы заметите, что вот большая часть людей вот здесь себя будет располагать. Правда? То есть уже жизнь близится как бы вот может к середине, а может уже за середину перевалила. И как только у человека появляется вот это вот чувство нелинейного времени, скажите, пожалуйста, если человек начинает двигаться отсюда и за спиной у меня рождение, а впереди не вешу. Смерть? Смерть. Скажите, пожалуйста, с каждым шагом, приближаясь, сначала видеть этот разный день рождения, а потом вот такой вот экстаз от этого празднования все ниже и ниже, да? Потом уже говорят, да это вообще, давайте не будем праздновать. Вообще мне это неприятно для этого дня рождения праздновать, да? Почему? Потому что все ближе и ближе и ближе, приближаясь к финишным тревогам в нелинейном времени, у человека скажите, пожалуйста, в естественном опыте какие чувства начинают вырастать? Страх у нас. Дальше. Тревога. Умельный страх. Еще. Беспомощность. 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 Отчаянная. Зависть. Жадность. Это удел стариков. Но Великие Писания утверждают, что на самом деле последний день жизни – это зрелый плод всей жизни. По сути своей, после 40 лет человек поворачивает либо в старость, либо внутрь. И стариками это небольшой проблем – стать стариком. Но старцем – это две большие разницы – быть стариком и старцем. От стариков люди начинают убивать…